А это заседание Совета главправительств стран СНГ могло оказаться обычным официальным мероприятием. Сколько подобных встреч проходит за год. Однако всю неделю не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире обсуждают итоги этих переговоров. Итак, во вторник в Санкт-Петербурге был подписан договор о зоне свободной торговли и заработать она может уже со следующего года. Действительно, неожиданно, если учесть, что страны Содружества пытались сделать это долгие 17 лет. Вопросов, впрочем, остается пока что много. Что за этим последует? Не помешает ли широкий интеграционный договор таможенному союзу? И что будет дальше? Наш корреспондент Наталья Банкратова всю эту неделю искала ответы. Продуктовый магазин Душанбе. Продавец Джаварушхат гордится интернациональным ассортиментом. Сгущённое молоко ГОС Ячня представлено тоже из Украины. Затем мы переходим с вами на макароны, которые представлены от Казахстана. И так на всех полках. От газировки до соли. Здесь почти ничего таджикского. Товары везут со всего бывшего СССР. Теперь, после подписания договора о зоне свободной торговли, покупатели в магазине у Джаварушхата очень надеются на снижение цен. Продукты из Казахстана, с Украины, они очень качественные. И мы можем взять по приемлемым ценам, по доступным для себя. Я рад за это, чтобы все страны соединились. Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан, Молдова и Таджикистан. Восемь стран открыли между собой торговые границы, отменили пошлины на большинство ввозимых и вывозимых товаров. Теперь экономисты дружно объясняют, что же такое это за СТ и зачем она нужна. Без импортных тарифов и без количественных ограничений, за исключением строго определенных случаев, когда они могут вводиться. Отличие от нынешней системы, которая в СНГ сложилась за 20 лет, заключается в том, что мы перешли от двухсторонних соглашений к одному многостороннему соглашению. Этот договор вообще-то планировался к подписанию только в декабре на межгосударственном саммите, но внезапно его ратифицировали 18 октября в Петербурге на встрече главправительств. Эксперты уверены, договор АЗСТ это шаг к осуществлению мечты российского премьера о Евразийском Союзе. Ею Владимир Путин еще в начале октября поделился в своей статье в газете «Известия». Наш интеграционный проект выходит на качественно новый уровень, открывает широкие перспективы для экономического развития, создает дополнительные конкурентные преимущества. Такое объединение усилий позволит нам не просто вписаться в глобальную экономику и систему торговли, но и реально участвовать в процессе выработки решений, задающих правила игры и определяющих контуры будущего. Получается объединить экономики задача номер один, а после этого и до Евразийского Союза недалеко. Владимир Путин на пресс-конференции после подписания выглядел очень воодушевленным. Он даже сообщил, что надеется к мудрому решению вступить, придут еще три государства. Принятие договора позволит, безусловно, убрать многие барьеры и сделать новый качественный шаг в развитии торгово-экономических связей между нашими государствами. По заявлению глав делегаций некоторых наших партнеров, это Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан, они будут изучать возможность присоединения к этому договору и присоединения к нему до конца текущего года. Кстати, статью из «Известий» вспомнили и на саммите. Белорусский коллега Путина Михаил Мясникович сообщил, что Александр Лукашенко тоже написал, что думает о главном. Пришло время поговорить о главном. О жизни наших народов в завтрашнем дне. О судьбах наших государств и перспективах их взаимодействия. О том, как будет устроен мир вокруг нас и нашем месте под солнцем. Его историческая статья гораздо длиннее путинской. И стиль ее. Один в один легендарные первополосные материалы газеты «Правда». Говоря о судьбах Родины, в частности о таможенном союзе России, Белоруссии и Казахстана, Александр Лукашенко не скрывает амбиций интегрироваться так по полной. Евразийский союз я вижу как неотъемлемую часть общей европейской интеграции. Именно отсюда исходит предложение тройки о таком взаимодействии с Евросоюзом, которое привело бы в конечном итоге к созданию общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока. Кстати, единственная таможенная граница на этом пути сейчас проходит через Брест. И процесс, похоже, начался. Разговоры о необходимости создания зоны свободной торговли между странами шли ни больше, ни меньше 17 лет. Они начались почти сразу после распада СССР. Но условия устраивали не всех участников СНГ. И договор, подписанный еще в 1994 году, не действовал. Теперь экономисты видят большие перспективы развития. Таможенный союз будет расширяться. Далее, следующая ступень или степень интеграции – это таможенный союз. Таможенный союз – это когда в дополнение к зоне свободной торговли, значит, те страны, которые образуют эту зону свободной торговли, они принимают общий внешний импортный таможенный тариф. То есть таможенный тариф, импортная таможенная пошлина по границе таможенного союза становится общим. Мы уходим от старого и переходим к новому формату этикетки. Это выставочные образцы. Киевлянин Дмитрий Беспалов свою сгущенку уже много лет разводит по бывшему Союзу. 70% продукции уходит в СНГ. Для него это зона свободной торговли, о которой столько говорят в новостях, как манна небесная. Если мы возьмем структуру пошлина, составляет 10% от стоимости товара, соответственно, мы ожидаем снижение цен на внутреннем рынке, на нашу продукцию тоже где-то в пределах 10%. Если одну банку он раньше продавал в тот же Таджикистан, условно говоря, за доллар, то теперь готов, не потеряв ничего, отдать за 90 центов. Однако, станет ли она дешевле в Душанбе, ну вот, например, в том же магазине у Джавар-Шхата, Дмитрий гарантии не дает. Для Львенкратова Оксана Файчук, Дмитрий Власов, Алексей Коряков. Программа «Вместе».